Управляет большинство, да, большинство очень сложно объяснить высшую экономику, а вот технический анализ объяснить можно. И поэтому, в общем-то, он получил такое широкое распространение, и несмотря на то, что он достаточно молодой, как вид анализа ему не более 100 лет, при условии, что биржа уже по 300-400 лет существует, да, вот. Тем не менее, он широкую популярность получил сейчас, и еще один фактор, который помогает использовать технический анализ, это компьютеризация. Анализировать графики удобнее на сегодняшний день с помощью компьютера, да, компьютеру очень сложно предположить многоходовую комбинацию фундаментального анализа, но технического, который говорит, что вот если фигурка сложилась, да, то будет рост или падение. То есть существуют специальные команды, да, то есть или программы? Программы, да. Стандартная программа для торговли на финансовых рынках включает в себя различные функции, которые помогают вам проводить вот этот самый технический анализ, да, рассматривать графики. Существуют различные типы графиков, и это тоже, кстати, отдельная тема для разговора, я бы так сказал, да, потому что, исходя из того, какой тип графиков вы используете, у вас еще появляются дополнительные методы инструменты в техническом анализе. Так вот, в самой программе это зашито, вам необходимо там буквально провести несколько линий для того, чтобы уже получить схему, возможную схему развития событий на рынке, да, то есть как будет расти цена или будет она падать. Вот это все как бы технический анализ. А можно ли сказать, что именно для новичка подходит больше технический анализ? Если это все автоматизировано, то не нужно обладать какими-то специфическими данными? В принципе, для торговли на рынке никаких специфических данных вот не нужно, да, более того, я вам скажу, что по статистике преуспевают в биржевой торговле, ну, так называемые середнячки, да, которые, но люди с большим кругозором при этом. А технический анализ, да, наверное, больше все-таки он подходит для новичка, потому что, я еще раз подчеркну, он проще, и там все закономерности лежат на поверхности. Здесь понятнее, я бы так сказал, да, все это работает. Поэтому, наверное, да, многие начинают с технического анализа, и технический анализ на 80% это анализ биржевых спекулянтов. И только 20% они используют фундаментальный анализ, потому что им нужно понимать общее направление и настроение рынка. То есть, получается, можно сказать, что фундаментальный анализ, он предполагает долгосрочную какую-то работу на финансовом рынке? Абсолютно верно. Фундаментальный анализ – это более долгосрочно, более глобально, да, оценка направлений, вот, поэтому говорят, что фундаментальный анализ – это инструментарий, в первую очередь, инвестора, который определяет вот это направление и понимает, что в ближайший год, 5 лет цена этого актива будет дорожать или дешеветь, да. Исходя из этого, он покупает. Ему не столь важна точка покупки, вот конкретная цена, ему нужно купить и держать это. А если мы говорим о техническом анализе, то тут спекулянт, да, который получает не то, что каждый час, каждую минуту может получать сигнал о том, что этот актив можно купить, продать, снова купить и снова продать, да. Цена изменилась, и можно сказать, что трейдеру не обязательно знать причину. Абсолютно верно. На самом деле, хороший биржевой спекулянт, он не всегда вдается вот в причины, да, ему нужно понимать, что вот если он здесь купил, то продать нужно будет там по определенной цене и все. А почему цена развернется? Исходя из чего? Он потом почитает, он потом это. Ему главное деньги заработать на этом. Вот это мы учат технические анализы. И это достаточно такой интересный вид анализа, который, допустим, в нашем курсе занимает процентов 80 всего времени. Да, мы рассказываем о техническом анализе именно, потому что он дает хорошую базу людям, он дает основу, от которой они могут дальше отталкиваться и развиваться в своей жизни на финансовых рынках. Ну и, наверное, стоит сказать о том, что существует еще третий тип анализа, так называемый психологический или вероятностный анализ. С чем он связан? Да, он сводится к тому, что человеку приходится понять настроение биржевой толпы, ее интересы, и потом встроить себя в эти настроения. Потому что рынком, я еще раз подчеркну, управляет большинство. Если ты понимаешь, как ведет себя большинство, то ты тогда тоже зарабатываешь. Вот мне очень понравился пример одного из биржевых спекулянтов, который сравнил рынок с общественным транспортом. Он говорит, что если мне нужно доехать, и я попал в толпу, меня в автобус заносят и на нужной остановке из автобуса выносят. Вот по этому же принципу, да, нужно научиться жить на финансовых рынках, когда вы попадаете в движение, да, и рынок сам вырастает или падает в зависимости от того, что вы хотите получить. И это вот как раз этим занимается вероятностный или психологический анализ, оценка окружающей среды, толпы, да, и потом встраивание, собственно говоря, своих интересов в интересы толпы. Экономисты могут говорить о том, что, допустим, цена нефти выше 130 долларов за баррель, это несправедливая цена, она не может быть. Такой цены не может быть, да. Но история же знает примеры, когда нефть доходила до 150 долларов. Вот вам настроение толпы, да. Вне зависимости от того, что говорят экономисты, политики, большинство либо покупает этот актив, либо продает, да. И это вот настроение толпы, и оно видно, и оно чувствуется уже, да, что вот, что бы ни происходило плохого, а актив дорожает, значит, к этому активу есть положительное отношение биржевых инвесторов, спекулянтов, значит, и нам нужно искать возможность купить этот актив, потому что они, он перспективен. То есть, получается, биржевые работники, если так их всех объединить, могут поменять ситуацию на финансовом рынке, несмотря на политическую или экономическую ситуацию в общем мире? Ну, в общем, да. Это возможная ситуация, поэтому иногда, допустим, политики пытаются обвинить мировых биржевых спекулянтов и инвесторов в каких-то происходящих кризисах, да, потому что, вспомните, кризис 2008 года обвиняли кого? Обвиняли тех, кто работал на финансовых рынках, да, сказали, что вот они сначала раздули этот пузырь, а потом этот пузырь лопнул. Хотя, по большому счету, финансовый рынок это все-таки отражение состояния, да, если экономике не давать воздуха, она задохнется. Соответственно, не будут расти акции этих компаний, да, вот, мы можем вспомнить рынок недвижимости Казахстана, почему он рос такими глобальными темпами? Потому что были условия, были деньги в стране, а вкладывать эти деньги было некуда. Вот вам пузырь на рынке недвижимости Казахстана, да, что бы ни говорили, говорили, что, да, рынок недвижимости переоценен, что квартиры слишком дорогие, люди все равно шли и покупали, потому что вкладывать было больше некуда. Вот вам настроение толпы. Оно, конечно же, заканчивается когда-нибудь, да, и рынок разворачивается, и падения поэтому более глобальные, да, более сильные, потому что все начинают забирать свои деньги. Но это уже как раз вопрос технического анализа, да, когда вовремя выйти из рынка, как закрыть сделку, да, вот, это то, о чем должен знать, в первую очередь, человек, выходящий на финансовые рынки. А как этому научиться? Ну, получать знания можно где угодно, когда угодно, но я не перестаю приглашать к нам на семинары. Записывайтесь по телефонам, которые вы видите на своих экранах, звоните, узнавайте. Мы расскажем все, что знаем, и покажем, где можно получать больше информации. Как зарабатывать на рынках? Приходите, узнавайте. И возвращаясь к фундаментальному анализу, можете рассказать какие-то факторы фундаментального анализа? Да, на самом деле выделяют несколько факторов фундаментального анализа, и в первую очередь это макроэкономика, экономика в целом, да. Отдельно в этой графе экономики стоит деятельность центральных банков, потому что деньги, да, а деньгами управляют в первую очередь банки, центральные банки, объемом денег они управляют. Поэтому необходимо понимать, какие банки оказывают самое сильное влияние на рынок, да. Сосредотачиваться именно вот на них? Ну, не то, чтобы сосредотачиваться, но научиться получать информацию, или, по крайней мере, отслеживать эту информацию, да, именно от этих банков. Это вот сейчас может показаться сложно, хотя на самом деле все важные события, опять же, подчеркну, они отражены в специальных календарях. То есть финансовый рынок не хаотичен, как это может показаться, и информация поступает в строго определенное время. Ты знаешь, когда выходит новость, ты просто сидишь и ждешь. Новость получил, и ты ее пытаешься использовать. Это экономика, да. Во-вторых, политика. То, что происходит в мире, существует политическое прикрытие любого события, да. То есть мы говорим о том, что войны, там, перевороты, это все борьба за демократию. Революция. Революция, да. Революция, да. Как-то отражается. На самом деле это, безусловно, борьба за деньги. И если в основных средствах массовой информации говорится вот о каком-то демократическом прикрытии, да, происходящего, то в специализированных экономических средствах всегда просчитывается, как изменится экономическая ситуация. Что подорожает, а что подешевеет, да. И это вот второй фактор. Форс-мажор, нельзя от него отказываться, да, потому что это тоже фактор, фундаментальный фактор форс-мажор. Как повлияет то или иное форс-мажорное событие, да, начиная от войн, заканчивая землетрясениями, наводнениями, цунами. И иногда вот такие вот изменения очень неожиданные для новичков. Ну, допустим, цунами, да, все знают, что цунами это негатив. Негатив для экономики, в принципе, для всех экономик мира это действительно негатив. Но есть Япония, для которой прошедшее цунами, да, и последующий там взрыв на Фукусиме привело к тому, что японская валюта очень сильно подорожала. А почему? Ну, объяснение кроется, опять же, в фундаментальном анализе. То есть рынок себя иногда ведет совсем непредсказуемо? И на самом деле предсказуемо, если ты понимаешь причины. Если ты знаешь фундаментальный анализ, то если ты разбираешься в активе, с которым ты работаешь, то для тебя очень мало вот таких неожиданностей. Вот что касается Японии, для опытного профессионала, который работает с японскими активами, это не было неожиданностью. Но для новичка это неожиданность. Новичок, который услышал, что произошел форс-мажор, старается продать активы. Ну, как-то среагировать на это. Да, абсолютно. И это неправильная реакция получается. Поэтому еще раз подчеркиваю, что нужно знать тот актив, с которым ты работаешь. Нужно проводить вот тот самый фундаментальный анализ. Ну, пожалуй, вот три основных таких глобальных фактора фундаментального анализа. И все эти три фактора охватывают еще такое понятие, как слухи и ожидания. То есть, получается, фундаментальный анализ, он охватывает все. И новости, и слухи. Абсолютно верно. Абсолютно. Любая новость, да, она начинается с того, что появляется слух. Ожидание этой новости. И под это ожидание уже начинается позиционирование на рынке. Кто-то покупает, а кто-то продает. И мы уже можем увидеть рост цен или их падение. Допустим, есть даже такое понятие, что когда выходит новость, да, а рынок не меняется по факту выхода, игроки говорят, но ведь уже все было заложено в ожиданиях. То есть, цена росла на ожиданиях. Когда новость вышла, ничего не произошло. Но, опять же, это тема серьезного разговора. Ну, я думаю, что мы продолжим эту беседу, эту тему в дальнейших наших передачах. С удовольствием. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Евгений Слесарев, инвестиционный консультант компании «Фибогрупп». С вами был биржевой помощник. Учитесь зарабатывать больше вместе с нами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова